Всем привет! С вами Алена и канал Вяжу Стильно. Но сегодня я хочу поговорить не о вязании, да-да, не удивляйтесь. Сегодня я хочу поговорить о вышивке. Вы знаете, я заметила, что практически, да нет, не каждый, но очень многие вязальщицы также увлекаются вышивкой. Ну и, конечно, другими видами рукоделия. Но вышивкой большинство, как мне показалось. И я не исключение, я тоже очень люблю вышивать. Вышивать люблю крестиком. И вышиваю я уже тоже давно. И у меня бывают периоды в жизни вышивальные, бывают вязальные, бывают одновременно я вяжу и вышиваю. И вот сегодня я хотела показать вам, какие у меня есть наборы, что сейчас у меня на пяльцах, что я сейчас вышиваю. И свои готовые работы я тоже покажу. И сейчас я вышиваю картину Викторианский шарм от Dimensions. Ведьмин домик так называемый. Я думаю, многие уже вышивальщицы его знают. Вот такие нитки в этом наборе. Их много, не знаю, хватит или нет. Вот черная нить. И у меня сейчас вот что вышито. Пока столько. Конвай здесь 18-я, очень мелкая мне. Тяжеловато вышивать. В плане того, что очень мелко. Но сама схема шьется очень легко. Во всяком случае, пока я не добралась еще до фрузилков, пока мне шьется легко. И пока бэк еще не делаю. Я его не очень люблю делать. А его тут очень много. Безумное количество бэка. Так что работы предстоит еще много. То есть вышита серединка. Пока только серединка. Здесь схемы символьные. Не цветные. Есть бленды. Сколько цветов я не смотрела. Сейчас можем посмотреть. Ну, что-то как-то считать не хочется. Но много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, двадцать, шесть цветов. Здесь, наверное, написано. Готовая работа будет 30 на 53 сантиметра. Ага. Нет. Готовая работа будет 20 сантиметров на 43 сантиметра. Вот это моя сейчас вышивка, моя работа в процессе. Я сейчас вышиваю этот набор. Еще у меня в процессе еще один домик. Я его начала очень давно. Вышивала я его подбором. Работа просто огромная. И она у меня на станке. Это где-то средняя часть, верхняя средняя часть. Распечатана у меня схема на листах. Вот таких двенадцать листов. Да, двенадцать, по-моему. Использую я мулине гамму. Шьется тоже легко эта картина. Потом вставлю фотографию, какая она будет. Очень красивая тоже картина получится. Вот, что у меня пока есть. Вот я сделала такой органайзер из гаммы, даже два. Блендов здесь нет. Цвета все одинарные. Я думаю, если взяться за эту работу основательно, быстро я ее завершу. Ну, я решила сначала вышить все-таки викторианский шарм. Мне очень хочется эту картину дошить. Хотя я тоже ее долго шью. Все время отвлекаюсь на вязание. И если вышивать, то это надо много времени свободного. А сейчас у меня его мало. Потому что если только сядешь, вникнешь в вышивку, нужно не менее двух-трех часов. Мне, во всяком случае, я не могу отвлекаться. Потом снова считать эти крестики. А столько свободного времени у меня бывает редко. Поэтому шью по мере возможности. Так, две работы я вам уже показала. Больше пока я ничего не шью. Вот как вышью эти картины. Дальше в планах у меня, конечно, стопка вышивок. Сейчас все покажу. Вообще, я не люблю вышивать подбором. Я люблю покупать наборы, уже готовые, с мулиней и с конвой. Чтобы было все в комплекте. Просто этот дом, который я решила подбором вышить, мне очень сильно понравился. Наборов я таких не видела. Поэтому решила его вышить. Так, ну вот этот набор. Давайте теперь свои запасы покажу. Вот этот набор у меня лежит очень давно. Наверное, лет 9. Я его купила давным-давно. И все смотрю на него. Вытащу, посмотрю, полюбуюсь и убираю обратно. Хотя, я думаю, он вышлится достаточно быстро. Потому что канвай здесь очень большая. Посмотрите, каунт здесь большой. Здесь 10 каунт. Поэтому очень быстро должна работа вышиться. Используются здесь А не написано, какие нитки. Это Риолис. Схема цветная. Символенно цветная схема. Смотрите, какие большие клеточки. Думаю, шить ее будет быстро и легко. Здесь шерсть используется. Кажется, шерсть. Хлопок написано было. Нет, нитки шерсти Акрил действительно используются. Шерстяные ниточки. Мне нравится из них вышивать. Я вышивала много работы с шерстью от Риолис. Потом старые свои работы. Я вставлю фотографии и покажу, какие я вышивала. Но у меня ВКонтакте, кто видел страничку, у меня там есть альбом как раз с моими вышившими работами. Вот этот мой набор. Вообще все мне наборы мои очень нравятся. Поэтому я все хочу вышить. Нет такого, чтобы я покупила и он мне разонравился. Такого нет. Дальше набор. Волки от Овна. Сейчас распакую. Пошуршу чуть-чуть. Хотя нет, не буду распаковывать. Он плотно закрыт. Я его еще не распечатывала. Вот волки. Мне они понравились. Ну, в принципе, мне все нравится, что я покупаю. Я не покупаю то, что мне не нравится. Это логично. Поэтому смотрите. Вот такие волки. Размер готовой вышивки 40 на 30 сантиметров. Конва номер 14. Мулине здесь хлопчатобумажные. 15 цветов. Конва тоже не особо мелкая. Будет шить легко. Еще я покупала аистов. Здесь неполная зашивка, как в предыдущих работах. Волки, кстати, тоже, по-моему, неполная зашивка. Да, частичная зашивка. И в аистах тоже здесь вышиваются только аисты сами. А вот это вот уже напечатанная конва. Рисунок напечатан на конве. Это тоже работа. Вышлется быстро. Размер готовый 30 на 40. Каунт здесь тоже 14. Крупная достаточно конва. Дальше покажу вам. Так. А это все? Это, по-моему, нет, не все. У меня еще было что-то. А, из последних из последних покупок вот жабка денежная от Панны. Здесь 17 цветов. Готовая работа 19,8 на 19,8 сантиметров. И конвай здесь используется. Тоже, по-моему, 14-я. Но тоже не мелкая канва. Ну, небольшая такая работа. Туда входят даже вот эти вот монетки. Мулине. Тоже небольшая работа. Быстро ее можно будет вышить. И еще последняя моя покупка это денежное дерево. Денежное дерево тоже от Панны. Здесь 20 на 20 сантиметров, 19 цветов. и тоже металлические подвески. Они тоже здесь есть в наборе. И еще у меня есть три набора. Это не я их покупала, это мне подарила прекрасная девушка Елена эти три набора. Она подарила, не знаю, вернее, не спрашивая меня, что я люблю, но так угадала, просто была в полном восторге от этих наборов, от подарков. Я когда на них смотрю, мне очень приятно всегда Египет. Кто заходил на мою страницу в Инстаграм, видели кратко мои интересы. Я просто с ума схожу по Египту, мне очень нравится Египет, египетская история, и современный Египет мне нравится своим Красным морем. Ну, в общем, все, что связано с Египтом, мне очень нравится. И вот она мне подарила такой набор. Так, это что у нас? Риолис 30 на 30 сантиметров. Тут тоже частичная зашивка, канва вот припечатанная. 14 каунт тоже немелкий. И хлопчатые, хлопчатобумажные нитки. Не буду распечатывать, тут с другой стороны не видно. Ну, вот набор. Еще от нее подарок набора Триолис Дракон. Тоже моя тема. Китайские иероглифы, ну, уже заметили, наверное, да? Все, что связано вот с этой символикой восточной мне очень нравится. здесь канва 14 также. Размер готовой работы 40 на 60. И сюда входят нитки мулине анкор хлопковые. Здесь схема символенно-цветная, удобная. Но мне, если честно, не важно, какая схема, мне совершенно одинаково шить по черно-белой схеме, либо по цветной, по символенной вообще не имеет значения. Для мне это не важно. И вот такая лошадка от черивна мить набор лошадь. Размер готовой вышивки 20,5-24 сантиметра. Я так понимаю, здесь тоже не полная зашивка, вышивается только лошадь. Мулине здесь хлопок, вот здесь видно. Ну, небольшой тоже набор. тоже вышьется быстро. Вот такие три набора она мне подарила, за что ей огромное-огромное спасибо. И память на всю жизнь. И еще у меня есть картина, она уже готовая. Сейчас покажу остатки от нее. Про эту картину можно рассказать отдельно. шила. ее шила 8 лет. Ну, конечно, не непрерывно, я прерывалась, вышивала чуть-чуть, потом бросала, годами не вышивала, потом снова бралась, потому что не хочу, чтобы у меня оставались незавершенные работы. лошади от черивна мить. Почему я очень долго шила эту картину? Потому что канва в этом наборе была как тряпочка. Очень мне было неудобно шить, мне не нравилось, нитки тонкие, мне казалось, что выглядит как-то не очень. Сблизи мне не очень нравилось, как выглядит эта картина, но все равно я решила ее закончить. Я ее закончила буквально недавно, потом вставлю фотографию, что получилось. Получилось, особенно если издалека смотреть, просто шикарная картина лошади. Я очень рада, что я все-таки наконец-то ее закончила. Она не давала мне покоя и все, наконец-то она у меня готова. Даже оформлена. Примерно даже в такую же рамку. Размер готовой работы 38,5 сантиметров на 24,5 сантиметра. Но кто решит брать этот набор, я рекомендую сменить канву, потому что в наборе была во всяком случае 8 лет назад канва просто ужасная. Вот нить осталось, что от набора. Довольно много осталось, так что хватит в любом случае. И покажу, что еще у меня изготового. тоже покажу картинки, а потом ставлю фотографии, потому что снимать со стены неудобно, а там фотографировать бликует очень сильно, и не получаются хорошие фотографии. Вот я вышивала такого феникса набор панны. Это, по-моему, от него, видите, сколько осталось. Не докупала, все мне хватило. И вышивала отпанный набор бамбук. От него тоже довольно много осталось. Тоже не докупала. Вот сколько осталось. Шьются эти наборы очень легко. Они очень небольшие. Всего 22 на 22 сантиметра 10 цветов вот здесь. Канва, по-моему, здесь тоже 14 каунт. Схема вот такая символьная черно-белая. Так, написано какая канва. Или нет, или не написано. Должна быть написана. Угу, что-то не вижу. Ну, ладно. В общем, вот такие наборы. Еще у меня есть золотая рыбка. Тоже фотографию вставлю. У меня набор остатки набора я отдала еще другой вышивальщице и она по остаткам тоже вышла на себе золотую рыбку. Теперь хочу сказать, что все наборы я покупаю не просто так. Я все наборы покупаю с умыслом и в соответствии с приметами. Я очень верю в приметы в вышивке и они действительно у меня работают. Но о приметах я расскажу в следующей части. На этом сегодня прощаюсь. Вернее, говорю, до свидания. Если вам понравилась серия про вышивку, пишите, пожалуйста, в комментариях. Вышивайте вы или не вышиваете. Нравится вам эта тема или не нравится. Буду рада всегда комментарии. Почитать я люблю. Всем хорошего дня, вечера, ночи, смотря когда вы меня смотрите. И пока-пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всегда рада. Пока. Субтитры Субтитры